на linux с davinci resolve есть такая проблема что mp4 файлы нормально не поддерживаются если вы откройте бесплатный davinci resolve и попытаетесь в него mp4 импортировать да то когда вы его перетаскиваете на тайм-линию вы видите что видео трека вообще нету а аудио вот такое вот без звука а в studio версии если мы импортируем mp4 то когда мы переносим этот клип на тайм-линию с видео треком у нас все нормально а аудио у нас все также бесшумное и чтобы обойти эту проблему я придумал такой вариант как экспорт аудио потока из mp4 файла импорт его в бин проекта и компоновка в один компаунд клип этого нового аудио потока который здесь уже будет нормально отображаться с видео потоком и таким образом мы получим как бы нормальный клип с которым уже можно работать ну давайте продемонстрирую как это выглядит вот у меня клипы допустим с которыми я хочу сейчас поработать обычно я просто их переименовываю как то вот так для краткости да потом допустим для первого трека я вот пишу ffmpg минус и 1 mp4 и 1 mp3 так вот пишу ffmpg мне сам экстрактит в аудио дорожку да потом я ее сюда импортирую сам клип 1 mp4 сюда вот кладу его сюда ну и вот такую вот ручную манипуляцию мне приходится проделывать расстыковка этих клипов потому что они слинкованы потом я удаляю вот эту вот тихую часть потом сюда тащу этот аудио трек потом с контролем выделяю оба клипа и линкую их но это в принципе вот такой вот слинкованный клип но можно еще сделать из них компаунд вот так и вот тогда уже можно на таймлинию проекта его будет бросать и вот так с ним работать но клипов у меня много и всю эту фигню мне приходится проделывать для каждого клипа который присутствует в проекте а бывает так что уже сделал всю эту подготовку потом понадобился какой-то маленький кусочек из какого-нибудь другого mp4 файла а здесь у тебя уже таймлиния которую ты не хочешь запортить и приходится создавать какую-то временную таймлинию на ней вот это вот все проделывать и потом кидать сюда этот кусочек клипа в общем очень неудобно так вот я хотел показать как это все можно автоматизировать я написал скрипт для резолва который использует его api а также xd tool потому что к сожалению api довольно таки сильно ограничено и многие вещи сделать просто невозможно поэтому приходится как бы руками тыкать в интерфейс давайте посмотрим как его установить и использовать открываем страницу davinci resolve на арчевике переходим к разделу mp4 clips a networking и для davinci resolve studio я здесь пролинковал этот скрипт вот это его страница здесь написано как его установить вам нужно скопировать вот этот python script mp4 audio compounder вот в эту папку либо вы можете сделать сим-линк туда куда вы склонировали репозиторий теперь перейдем к самому davinci resolve открываем меню workspace консоль и при нажатии на python 3 вы должны убедиться что у вас нету такого окошка python 36 не найден если у вас такое окошко будет значит ваш davinci не видит эту установку и вам нужно это перенастроить сам скрипт будет отображаться в меню workspace скрипт и можно даже назначить какие-то горячие клавиши для него я использовал его часто поэтому я вот назначил control backtick и давайте я покажу как это работает импортирую сюда все клипы открываю консоль q для того чтобы видеть что происходит вот но это делать необязательно дальше так буду поддерживать поверх других дальше нажимаем control backtick или же если у вас не назначен этот шорткат вы идете в workspace scripts и вызывайте его отсюда и здесь самое главное держать мышь в области на таймлинии где нет никаких других клипов потому что все это сделано очень криво но я сделал скрипт довольно надежно но там вообще одни костыли короче и для того чтобы davinci resolve воспринял ну некоторые манипуляции которые мы делаем ему почему-то нужно кликнуть на таймлинию мышкой из-за этого есть такое вот неудобство и так я нажимаю на shortcut и просто наблюдаем что происходит а происходит у нас вот такая магия здесь в консоли мы можем наблюдать что происходит какой файл сейчас обрабатывается что именно происходит был клик мышкой или нет процесс закончился консоль можно закрыть и мы видим что клипа у нас были перемешаны в папку originals а здесь у нас остались одни компаунды их можно выделить и добавить на таймлинию и теперь с этой таймлинии можно работать как обычно как будто бы у нас клипы изначально были нормальные можно переходить на вкладку кат и мы здесь видим что у нас есть аудио вейформы теперь мне будет гораздо комфортнее начинать монтировать какие-то проекты и я думаю вам это может быть тоже полезным поэтому я снял это видео конечно здесь очень много костылей и я бы хотел от них избавиться но здесь все зависит не только от меня а в большей части даже от самих blackmagic design а поскольку мы знаем как они торопятся с обновлениями они по-моему используют Qt 5.4 используется python 3.6 который тоже уже закончил свое существование в общем надеяться можно но лучше не ждать мой скрипт работает уже сейчас так что можете его брать пользоваться на этом все с вами был андрей вы смотрели linux.com пока вы знаете все с вами был андрей в общем пока 2 Субтитры создавал DimaTorzok